Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Если ты являешься пользователем Терра Луны, напиши в комментариях, остаёшься ли ты с ней или сливаешь всё, что есть, и забываешь её как страшный сон. Это очень важный опрос, который поможет нам понять настроение сообщества Терра Луны. Обязательно потрать минуту-другую на то, чтобы ответить на этот вопрос. Почему это важно? А досмотри видео до конца и поймёшь, почему. Для тебя это тоже очень важно. Итак, есть ли вообще какие-то шансы, что Терра Луна придёт в себя после принятия нового плана спасения от Док Вона, который он вчера представил? Кто пострадает от этого плана и что будет с Террой в будущем? И пока ты не забываешь, что это не финансовый совет, мы переходим к поиску ответа на эти вопросы. Итак, Док Вон, которого подозревали в том, что он сбежал из страны, вернулся и предложил провести форк Терра Луны. Квон сообщил о том, что вместе с валидаторами сети Терра Луны они обсуждали возможность пересоздания всей экосистемы Терра Луны, в том виде, в котором она существовала до потери привязки USD к доллару. Интересно то, что Док Вон лично признаёт, что проект USD теперь не может считаться по-настоящему децентрализованными деньгами. Далее его цитата. На данный момент капитализация USD все еще составляет несколько миллиардов долларов, но стоимость токена Луна упала практически до нуля. Даже если эта привязка к доллару в конечном итоге восстановится после того, как последние маргинальные покупатели и продавцы капитулируют, держатели Луна настолько серьезно пострадали, что нам не хватит всей экосистемы, чтобы восстановиться из пепла. В то время как децентрализованная экономика нуждается в децентрализованных деньгах, токен USD больше не может играть эту роль, так как растерял доверие пользователей. Многие люди сейчас думают, что Терра спасется, если паритет USD и доллара США будет восстановлен. Но создатель Терра, Док Вон, прямым текстом заявил, что даже если статус-кво для USD будет восстановлен и стейблкоин снова будет равен 1 доллару, как и положено, это не спасет Терра Луну. Поэтому возникает вопрос, а что вообще ее спасет? Док Вон утверждает, что нужно спасать не Терра Луну, а само ее сообщество. Ведь последний год роста Терра Луны был продиктован именно стейблкоином USD, но теперь только сообщество Терра Луны это то, что нужно спасать, сохранять и приумножать. Док Вон объясняет, что за многие годы им удалось создать одну из самых больших и ярких экосистем в криптовалюте. Над ней работали одни из умнейших специалистов своего дела. У Терры есть огромное сообщество из миллионов пользователей по всему миру. И несмотря на эту катастрофу, у Терры остался еще и бренд, о котором слышали почти все криптофанаты на планете. Слышали ли они о Терре что-либо хорошее? Или только то, что она потерпела самый громкий обвал в истории криптовалюты? Наверное, даже громче, чем BitConnect. О деталях его плана мы говорили вчера. Они собираются сделать форк главной сети Терра Луны и уменьшить предложение до 1 миллиарда токенов. То есть доступная циркуляция окажется в 6,5 раз меньше той, которую мы имеем сейчас. Но что будет после этого форка? Скорее всего, произойдет событие типа снэпшота. А именно в конкретный день произойдет снимок, а затем и ардроп новых токенов Луна старым холдером, новым холдером и общественным пулом Луна и USD. Фактически, если ты держал токены Луна или USD до 9 мая, почему именно до 9 мая? Потому что именно в этот день паритет доллара США и Терра USD был утрачен, то ты получишь свой ардроп новых токенов Луна. Также Доквон предложил для обеспечения большей безопасности сети Терра Луна оставить не только старые комиссии, но также ввести инфляцию в размере 7% в год. Если попытаться осознать, что было предложено, мы внезапно понимаем, что восстановление сети Терра Луны возложено уже не на саму команду, а на сообщество, на холдеров токенов Луна и USD. Это означает большую децентрализацию новой Терра Луны, чем раньше. Больше токенов будет принадлежать сообществу, которое и будет решать будущее Терра путем голосования. Поэтому возможность спасения Терра Луны, возможность ее перезапуска, ее нового форка и так далее, по моему мнению, зависит от двух факторов. И на самом деле эти два очень важных фактора применимы к любому криптовалютному проекту. Если ты выбираешь какую-то криптовалюту для инвестиций, обязательно опирайся на эти два фактора. Первый важнейший фактор – это сообщество. В нашем случае сообщество Терра Луны. Нужно понять, уходит ли сообщество от Терра Луны, считает ли оно Луну провалившимся проектом, или есть ли у него желание до сих пор связываться с Терра Луной. Сам по себе план восстановления экосистемы Терра Луны в новом виде, предложенный Даквоном, это просто пустой звук. Но если его поддержит сообщество, это уже дает некоторые шансы. И судя по тому, что Терра за сегодня выросла на 1159%, возможно, какая-то часть сообщества все еще поддерживает инициативы команды Терра Луны и верит в величайший камбэк в истории криптовалюты. Второй важнейший фактор – это репутация, как внутренняя, так и внешняя. В криптовалюте, как и в любом другом бизнесе, репутация – это приоритет. Даже если ты ведешь YouTube-канал, репутация – это приоритет. Нужно понимать, что за последнюю неделю в медиасфере вокруг Терра Луны было и есть очень много грязи. И команде нужно принимать решение – сделать полный ребрендинг и всячески избегать названия UST и Терра Луны, или все-таки новый предложенный форк будет называться Терра Луна 2.0. Многие называют Луну вторым битконнектом, большой понци-схемой и так далее. По крайней мере, средства массовой информации это делают. Поэтому вопрос закономерен, как будет называться их новый форк. Как думаешь, лучше им придумать что-то новое или все-таки остаться Терра Луной? Итак, я думаю, что совокупность этих двух факторов, репутации и особенно поддержки сообщества сыграют определяющую роль в выживании Терра Луны. Если у них будет поддержка сообщества, а мы ее, кстати говоря, наблюдаем, у нас есть некоторые шансы увидеть, как Феникс возрождается из пепла. Сентимент в Твиттере среди обычных пользователей экосистемы Терра Луны, как ни странно, весьма позитивен. Около 65% людей готовы поддержать Терра, и лишь 35% уже ее похоронили и уходят из сообщества. А напиши, поддерживаешь ли ты, или уже покидаешь экосистему Терра Луны навсегда. Меня зовут Богатейщий Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok